Число отравившихся суррогатным алкоголем в Красноярске выросло. Сейчас в БСМП находятся уже 30 человек, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии. Стало больше и погибших, их уже семеро. В больнице скончались четверо, еще один человек умер в машине скорой помощи. Следственный комитет сообщает, что еще двоих человек, мужчину и женщину, нашли мертвыми дома. Как сообщает БСМП, сегодня четверо пациентов, которым стало лучше, самовольно покинули больницу. Многие ушли даже без выписки. В то же время врачи рассказывают, что после новости об отравлении испугавшиеся красноярцы стали массово обращаться в больницы. Многие из них даже после употребления обычного спиртного, купленного в магазине. Напомню, отравившиеся поддельным алкоголем стали поступать в больницы в минувшие выходные. По данным следователей, все покупали виски Джек Дэниелс через интернет по заниженной в несколько раз стоимости. По данным экспертов, в выпивке был опаснейший яд – метиловый спирт. В основном все отравившиеся из Красноярска, но есть пациент и из Большмультинского района. Врачи не исключают, что пострадавших может стать больше, так как пока неизвестно, сколько бутылок было продано. Психологически они чувствуют, конечно, себя не очень хорошо, потому что, я еще раз говорю, что это достаточно редкий случай, когда социально адаптированные, хорошие, нормальные, приличные люди, случайно принявшие этот яд, им, конечно, психологически не очень хорошо, они слегка напуганы. Четверо сегодняшним утром покинули лечебные учреждения, не доздавшие, так сказать, выписки, скажем так, самостоятельно, хотя мы им предлагали еще полечиться. Состояние было удовлетворительно, выписка была возможна, но, учитывая обстоятельства, может быть, они чуть-чуть недолечились, но они приняли решение самостоятельно в основном, и мы не имеем права их задерживать. Между тем, в соцсетях стала распространяться информация, что пострадавших гораздо больше, мол, еще 15 провившихся доставили в Костанецк и Сосновоборск. Медики это опровергают. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено несколько уголовных дел. На горячую линию обрушился шквал звонков от красноярцев, которые сообщают о незаконной продаже алкоголя. Уже обнаружено 12 сайтов, через которые продавалось спиртное, предположительно суррогатное. Следователи обратились в прокуратуру края с предложением закрыть доступ к этим интернет-магазинам. В Следственном комитете также рассказали подробности о некоторых погибших. Главным следственным управлением Следственного комитета по Красноярскому краю возбуждено 6 уголовных дел. По одному смертельному случаю сейчас проводится доследственная проверка. Все дело в том, что 51-летняя женщина не приобретала смертельной виски. Она подобрала несколько бутылок на свалке и затем выпила, была доставлена в больницу и там она скончалась. Еще одна погибшая девушка 22 лет была обнаружена в советском районе города Красноярска в своей квартире. При осмотре места происшествия была обнаружена недопитая литровая бутылка виски с этикеткой Джек Дэниелс.